добрый день сегодня мы посмотрим на усложнение прыгающие минуты прыгающего часа на основном калибре останавливаться не буду он стандартный за исключением измененного такого вот минутного колеса где вы видите такую улиточку это спираль архимеда и она нужна для того чтобы раз в час происходило срабатывание это у нас платина усложнение на которое собирается само усложнение она может быть собрана отдельно но проще собирать ее на самом калибре что мы сделаем установим ее на место и посмотрим какие элементы на ней присутствуют здесь уже установлены пружинки их три штуки две с этой стороны одна с противоположной вот посмотрите на это колесо она на самом деле вот такое большое просто вырезана часть которая нам не потребуется оставлен только один сегмент и здесь промежуточное колесо с трибом с которым как раз и взаимодействует этот наш сегмент это рычаг рычаг который переводит часы и фиксирует положение диска часов его ось находится там куда показывает сейчас стрелочка вот именно относительно этой точки вращается рычаг это его ось вращения поставим его на его место здесь как и в некоторых других калибрах чтобы сэкономить место от колес оставлены такие огрызочки только те части которыми они взаимодействуют с колесной системой вот здесь вот на самом деле колесо должно быть таким но оставлено всего лишь маленький его кусочек следующее колесо тоже промежуточный и она тоже сегментирована оно должно быть вот таким все остальное вырезано вот этот черный триб а он должен быть внизу я для наглядности поверстил его вверху взаимодействует вот с этим колесом рычага теперь посмотрим как все это работает улитка вращаясь по часовой стрелке взаимодействует с зубом рычага и поднимает его вверх соответственно полотно колеса рычага вращается против часовой стрелки взаимодействуя с сегментированным промежуточным колесом которое вращается по часовой далее передает вращение против часовой на промежуточной и наконец на минутный триб который вращается по часовой стрелке вращая минутную когда улитка встает в такое положение зуб соскакивает вниз и система сбрасывается вот эта колесная система необходима для плавного возвращения стрелки в исходное положение не резкого теперь давайте установим все на свои места это колесо трибом вниз и аккуратненько поставим мост мост этого модуля прыгающей минуты прыгающего часа поставим все на место все оси должны попасть в свои камни а их здесь четыре и мост фиксируются тремя винтами итак вращаем за 1 вал в режиме перевода стрелок и мы видим как приподнимается рычаг этот рычаг как раз взаимодействует с колесной системой диска часов соответственно переключает его а вот этот рычаг фиксирует в переключенном состоянии это диск чтобы он не вращался самопроизвольно сейчас мы установим сам часовой диск и проверим как она работает вот мы видим переключение с фиксацией правый рычаг переключает левый верхний рычаг фиксирует давайте поставим стрелочку минутную стрелку исходя из логики и настройки усложнения она переключается от 9 до 3 часов и возвращается обратно с 3 на 9 происходит это вот таким вот образом переключается она мягко за счет плавной системы сброса это была колесная система которую я вам обводил показал посмотрим как работает это в сборе с циферблатом работает это вот таким вот образом по задумке авторов от 0 до 60 минут располагается на половине циферблата в разороте всего лишь 180 градусов оставим предброса на состоянии запускаем механизм сейчас как раз улитка находится в том положении которое показывал практически вот этот вот зуб рычага стоит на самом краю этой самой высокой части улитки соответственно при вращении он опустится вниз и сбросить систему что мы сейчас и вот таким образом работает это усложнение надеюсь вам было интересно